Портал рейтинговой оценки организации будет запущен в Беларуси до конца года. Он станет одним из узоров прикладного применения электронного урада, проекта, который сейчас активно укрепляется в Украине. В связи с чем, ведущие распространщики и практики айчинной сферы IT-технологий распространяли в регионах серию отмысловых семинаров. Всяк, что первый сирот региона Украины для выучения технологии приступила миновата Гродинщина. Ирина Юшкевич с подробностями. Сустрыжа прошла в форме открытого диалогу помеж областной уладой, ведущими распространщиками сферы IT-технологий, а так само представниками усех районов в области. Агульная задача у дельников – налаживание зворотной совести помеж держорганами и гражданами при депомозе сучасных компьютерных технологий. Як прогучали на семинары у первую чергу, проект «Электронный урад» призванный працавать на потребы беларусов. Для людей первое, что они могут видеть от электронного правительства, это, естественно, простота, декоррупционность, дебюрократизация взаимоотношений с государством. Идея электронного ураду реализуется у нашей краине у рамках проекта «Стратегии развития информатизации», распрацаванного на 2016-2022 годы. Йон продугледживая украине послуг информационного характеру у разных сферах – аховы здоровье, занятости, транспорту, гандлю и інших. Як приклад распочатых измен – пероход медицинской документации у электронный вариант. Основная задача электронного здравоохранения – это формирование достоверного банка данных. И как у нас сейчас происходит? В одном месте тебе сделали УЗИ, в другом сделали тебе анализ, в третьем – МРТ, в четвертом тебе карточку не отдали, в пятом – МЭТ и так далее. И, в принципе, у квалифицированного врача основная – это, в общем-то, его заслуга – это интерпретация всех накопленных данных, вот снятых с вас этих показаний и так далее. При обработке унифицированной со всех сторон собранной достоверной базы, естественно, врач может выстраивать, во-первых, более точное лечение, во-вторых, персонифицированное под вас. Перш за все, проект «Электронный урад» дает махчимость дворотной совязи помеж тем, кто предоставляет послуги и ими корыстается. У приватности меркуется, что показальной пляцовкой в этом плане станет портал рейтинговой оценки организаций, який будет запущен в Беларуси ясши до конца этого года. Мы предлагаем, чтобы любой гражданин, который обратился в любую организацию, будь то парикмахерская, например, или ремонт обуви, или, например, он сходил и заказал какую-то административную процедуру, например, получил паспорт, он может прийти на наш портал и оценить эту организацию. Таким образом будет формироваться рейтинг. И, соответственно, все пользователи без необходимости авторизации смогут зайти на этот портал и посмотреть, какие организации в лучшей степени оказывают, какие в худшей, какие оказывают быстро, какие медленно. Темпы развития электронных послуг и проникнений информатизации во все сферы деятельности, по мерковании наместника министра совести и информатизации, отбывается недостатково худко. Тому работу в сфере электронного ураду мают намер активизовать, у тем лику и по сроках региональных тренингов або семинаров. Как выказал Заганна Рабова, Головная, что реформа распадшата и у Гродинского региона в даденном питании особливая роль. Миновата уприньем, они, першим сирот инших Украины, проступили до выучения технологий электронного урада.